Сегодня на библейском портале Экзегет мы ответим на вопрос, что говорится в Библии о молитве за усопших. Прежде всего, в послании Иакова, 5 глава, 16 стих, мы находим призыв «Молитесь друг за друга». Этот призыв относится к нашему молитвенному предстоятельству как за живых, так и за усопших. Прежде всего, это связано с тем, что в глазах Бога все живы. В Евангелии от Луки, 20 глава, 38 стих, сказано «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». А в послании к римлянам, 14, 8, сказано «А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли? Или умираем? Всегда Господни». Если в Писании сказано, что мы живы или умерли, но при этом мы всегда Господни, это значит, что религиозная жизнь человека, она не оканчивается его физической смертью. И милосердие Божие не прекращается после гробовой крышки. Об этом говорится в первом послании к Коринфянам, 13, 8, «Любовь никогда не перестает». То есть она не прекращается по отношению к нам ни в этой земной жизни, ни в будущей. Как и мы живые, любим живых, но когда они переходят в состояние умерших, мы не прекращаем их любить. Тем более Бог, который есть абсолютная любовь, Он объемлет своей любовью, как живых, так и мертвых. Впрочем, как мы прочитали, у Него все живы. Есть текст, это Евангелие от Матфея, 12, 32, который косвенно указывает на то, что прощение грехов существует и за гробом. «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится Ему, если же кто скажет на Духа Святаго, не простится Ему ни в всем веке, ни в будущем». Вот это уточнение «не в будущем» указывает на то, что другие категории человеческих грехов прощаются и в будущем, то есть за гробом. Иначе излишне было бы об этом говорить. Но в случае с хулой на Духа Святаго, она не прощается ни в этой жизни, ни в будущем. И мы находим у апостола Петра первое послание, третья глава, с 18 по 20 стих, следующие слова, где рассказывается о том, как Христос проявлял милосердие и любовь по отношению к усопшим. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершвлен по плоти, но ожив Духом, которым Он и находящимся в темнице Духом сойдя проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, водни Ноя во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ спаслись от воды». И подобное в следующем стихе 1 Петра 4, 6. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу Духом». И надо сказать, что традиция молиться за умерших, она восходит еще к Ветхозаветной Церкви и ко дням Христа Спасителя. И хотя Христос все неверные моменты в современном Ему иудаизме обличил, но Он никогда не касался вот этой устойчивой практики молитвы за мертвых. И в Писании, в Евангелии от Иоанна, в 11 главе, 32 и 40 стих отдельно, мы находим такие слова. «Мария же, имеется в виду сестра Лазаря, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его, и сказала ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». И ниже, 40 стих, Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И это слава Божия проявляется по отношению к умершему человеку, Лазарь переживает воскресение из мертвых. То есть совершенно очевидно, что любовь Бога распространяется и на живых, и на мертвых. Причем мы знаем, что по поводу смерти Лазаря Христос прослезился, видя беспомощность людей перед фактом физической смерти. В книге пророка Варуха, 3 глава, 4 и 5 стих, мы находим такое повествование. «Господи, Вседержителю Божия Израиля, услышь молитву умерших Израиля и сынов их, согрешивших пред тобою, которые не послушали глаза Господа Бога своего, зато и постигли нас бедствия. Не вспоминай неправд отцов наших, но вспомни, И во второй книге Маковейской, 12 глава, 43 по 45 стих, мы находим следующее повествование. «Он, то есть Иуда Маковей, послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех, и поступил весьма хорошо и благочестиво, помышляя о воскресении». То есть он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех за усопших, помышляя о воскресении. Далее 44 стих. «Ибо если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестие уготована превосходная награда. Какая святая и благочестивая мысль посему принес за умерших умилостивительную жертву да разрешаться от греха». Вот здесь прямо говорится о том, что молились за мертвых людей, и Писание свидетельствует, что это была святая и благочестивая мысль молиться за усопших в надежде на их воскресение. Мы знаем, что царь Давид, когда узнал о гибели на горе Гелвуи царя Саула и его сына Инофана, который был любезен Давиду, он наложил пост об их упокоении и составил даже специальный псалом в память об этих погибших. И, как сказано в Евангелии от Матфея 21-22, «Все, чего не попросите в молитве, с верой получите». То есть, когда мы с верой просим и за наших усопших, веряя их именно божественному милосердию, мы можем надеяться, что это милосердие найдет их и за гробом. И посмотрим далее. Книга Иисуса, сына Сирахова, 7 глава, 36 стих. «Милость, даяние, да будет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости». А в какой милости может нуждаться умерший? Конечно, только в наших молитвах. И в еврейском народе был такой обычай помина усопших, когда как бы от имени усопшего раздавали пищу, хлеб при гробе усопшего, чтобы принимающие это воздаяние молились за него. И в книге Товия, 4 глава, 17 стих, сказано «Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешникам». Что значит «но не давай грешникам»? То есть есть смысл поминать праведных, которые скончались все-таки в надежде на воскресение, а если человек был абсолютно неверующим и до смерти все отвергал, как бы это уже и бессмысленно. В книге «Второзаконие» 26.14 в законе Моисеевом сказано «Только из десятины нельзя было давать для мертвого, а из десяти частей произведений земли можно». То есть десятина шла на храм, на левитов, а десятина от произведений земли отдавалась для помина мертвого. И в книге Сирахова 7.36 прямо сказано «Но и умершего не лишай милости». То есть эта практика, она была широко распространена во имя усопших, кормить людей и раздавать милостыню так, чтобы это вменялось в заслугу самому этому усопшему. Те, которые ограничивают милосердие Божие и Божье прощение только этой земной жизни, они как бы забывают, что в Евангелии от Матфея 18.14 сказано «Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». То есть реальность такова, что милосердие Божие, оно не ограничивается только этой жизни, оно простирается и на живых, и на усопших, ибо пред Богом все живы. Сам Бог называл себя именами усопших людей. Когда явившись к Моисею, Он сказал «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Но как это обстоятельство объясняет сам Христос, Бог это делает по той причине, что в Боге все живы. Бог наш не есть Бог мертвых. И такие Божьи патриархи, как Авраам, Исаак и Иаков, они более живы, чем нежели люди, которые ведут, скажем так, как абсолютно безнравственный, неморальный образ жизни. Поэтому мы не должны оскорблять память наших усопших утверждением, что только на нас, живущих на земле, изливается его милосердие. Бог заботится и о тех, которые оказались в состоянии смерти. Как сказано, не даст святому увидеть тление. То есть Господь заботится о своих усопших, ибо в нем они все живы. И в книге «Откровение на Богослово» мы видим, как из поджертвенника выпияли мученики, которые были убиты за веру в Господа. И они возглашали «Доколи, доколи, Господи, не мстишь за нас». То есть смерть не отлучает человека ни от молитвы, ни от веры в Бога, даже не отлучает человека от церкви, ибо в христианском понимании есть некая церковная двойственность. Церковь земная и церковь небесная. Земная церковь – это церковь живых по плоти, которая называется странствующей или воинствующей церковью. А церковь небесная – это те, которые уже покинули этот мир. Эта церковь называется торжествующей. Но в то же время у апостола Павла сказано, «Болит ли один член, страдает все тело». Церковь едина. И если проблемы есть у тех христиан, которые уже покинули этот мир, мы чувствуем эти проблемы, мы молимся за этих людей, потому что болит один член, страдает все тело. А если они, находящиеся на небесах, видят проблемы земной церкви, они не могут не сопереживать эти проблемы, как свои. Ибо страдает ли один член, страдает все тело. Поэтому те люди, которые, как им кажется, на основании Библии отвергают молитвы за усопших, они не проявляют сострадания к отошедшим из этого мира в мир лучший, в мир иной, и нарушают завет любви. И в некотором смысле ведут себя как раскольники, потому что они отделяют одну часть церкви, уже отошедших от этого мира, от другой части церкви, которая еще существует в этом мире. В то же время в Писании сказано «Вспоминайте наставников ваших и, взирая на кончину их, подражайте вере их». А в другом месте апостол Павел восклицает «Мы приступили к церкви духов Божьих, достигших совершенства». Таким образом, церковь едина во всех своих частях и в глазах Бога усопшие наши братья и сестры, родные и близкие, они живы, так как жив и Авраам, и Исаак, и Яков. Молитесь друг за друга, потому что это есть заповедь Божия. И еще «Носите бремена друг друга, така исполните закон Христов». Спаси Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok